Ваше святейшество, дорогие друзья, сегодня наша страна отмечает 700-летие преподобного Сергия Радонежского, величайшего подвижника и духовного хранителя России, основателя Троицы Сергия Лавр. В истории нашего государства ему принадлежит поистине судьбоносная роль. Воспитатель и устроитель России так просто и емко народ определил высокую миссию Сергия Радонежского. Его мудрое и твердое слово наставника было духовной опорой, поддержкой в тяжелый период иноземного нашествия и внутренних раздоров. Именно тогда прозвучали его пророческие слова «Любовью и единением спасемся». И этот призыв, наполненный непоколевимой верой, послужил объединению русских земель, навсегда вошел в душу нашего народа, в нашу историческую память. Масштаб и влияние личности преподобного Сергия отразились не на одно поколение, не на одной эпохе. Он стал вдохновителем патриотического, национального, нравственного подъема. Содействовал укреплению православной церкви и строительству монастырей, которые были не только духовными центрами, но и настоящими крепостями, стражами России. Среди них особая роль принадлежит Троице Сергиевой Лавре. Она по праву считается православной твердыней, чистым истоком веры и сокровищницей общенациональной культуры. Важно, что сегодня восстанавливаются и другие досточтимые места, связанные с именем Сергия Радонежского. Они обретают второе рождение благодаря пожертвованию многих людей, благодаря их памяти о великом святом и его духовном подвиге. Уже семь веков жизнь преподобного Сергия восхищает и окрыляет, просветляет умы и сердца наши, открывает путь к вере, к утверждению любви и добра. Заветы Сергия Радонежского – это ключ к пониманию России, к познанию первооснов, ее исторических традиций, единства и сплоченности. Именно в этом единстве, в правде и справедливости, в наших вековых ценностях – сила России, ее великое прошлое, настоящее и будущее. С праздником! Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, я хотел бы сердечно приветствовать вас, ваше превосходительство здесь, на этой предлавской Лаврской площади, в день, когда народ наш празднует 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. И выразить слова благодарности за ту поддержку, которую вы и в вашем лице, все власть имущие, кого это касалось, оказали исторической реставрацией Лавры. За 700 лет не происходило ничего подобного. Была произведена тщательная научная реставрация этой национальной, духовной, культурной святыни нашей страны. И сегодня Лавра надолго обеспечила себя в полной мере безопасным существованием с точки зрения сохранения бесценных сокровищ, принадлежащих нашему народу. В своем слове вы процитировали слова, которые донес до нас Епифаний Премудрый, тот самый человек, который и написал житие преподобного Сергия «Единением и любовью спасемся». Наверное, это сердцевина того послания, которое преподобный Сергий обращал к своему народу, в то время разделенному. Многие междоусобные княжества враждовали друг с другом, не могли найти общего языка, не могли согласиться иногда о мелочах, а в результате теряли способность сопротивляться внешнему врагу. И, как мы знаем, погубили в каком-то смысле Россию, загнав ее в 250-летнее владычество иноземных сил. «Единением и любовью спасемся». А что такое единение? В другом месте, передавая слова преподобного Сергия, Епифаний говорит о единомыслии. Единомыслие. Это значит согласие мыслей и, конечно, действий, подчиненных одной общей мысли, одной общей идее. А как же тогда с человеческой свободой выражать любые мысли и придерживаться любых убеждений? Как сочетать заповедь преподобного Сергия о том, что только единением, единомыслием и любовью спасемся с тем, что предлагает современное общество, которое настаивает на необходимости присутствия разных точек зрения? И ведь вот что удивительно. То, над чем сегодня бьется современный человек. Как примирить единство и противоречие? Давно было решено и нашло свое мирное разрешение в истории Церкви. Еще в далеком Третьем веке Викентий Леринский, великий отец Церкви, говорил, «В главном единство, во второстепенном свобода, во всем любовь». Вот именно такое единомыслие и предлагал преподобный Сергий своему народу. И мы знаем, что так оно и произошло. И когда во второстепенном мы свободно определяем свой выбор, но в главном подчиняем себя той идее, которая объединяет всех, это и обеспечивает гармонию человеческой жизни и жизнеспособность общества. А что же сегодня для нас является главным? Народ наш, Отечество наше, историческая Русь. Это самое главное, что мы должны сберечь и передать следующим поколениям. И вот во всем этом мы должны быть единомысленны и стоять на страже нашего единства и духовного единства, и иного человеческого, который сегодня выражается многими способами и средствами. Ну а там, где заканчиваются разномыслия, там любовь. Единение и любовь. Вот она, глубинная национальная идея, которая выражена в категориях христианской мысли. И мы верим, что Отечество наше сегодня находится на духовном подъеме, что все то, чему учил преподобный Сергий, обретает реальность в современных категориях мыслей и действий. И я хотел бы выразить вам благодарность, Владимир Владимирович, за то, что вы в значительной мере отображаете в своих действиях, в своих мыслях тот самый консенсус, который сегодня присутствует в нашем обществе. Очень важно, чтобы руководитель страны умел формулировать те общие мысли и идеи, которые и объединяют людей. Дай Бог, чтобы Россию сегодня поняли те, кто еще ее не понимает. Дай Бог, чтобы все поняли, что от России не исходит ни военной опасности, никаких других опасностей для людей. Единением и любовью спасемся мы обращаем этот призыв преподобного Сергия ко всему русскому миру, и не только ко всему миру и ко всему роду человеческому. И дай Бог, чтобы Отечество наше оставалось способным осуществлять этот завет великого святого земли русской. Я еще раз сердечно поздравляю вас, Владимир Владимирович, приношу вам сердечную благодарность за участие в этом торжестве. Мы понимаем, что после полета через половину земного шара не так просто делать то, что вы делаете. В свое время я когда-то имел такой опыт и знаю, как это трудно. Пусть Господь укрепляет вас и физически, и духовно. А Отечество наше хранит в мире любви и единомыслии. И когда я говорю «Отечество», имею в виду всю историческую Русь и верю, что милостью Божию преодолеем все междоусобные брани и всякое нестроение на просторах исторической Руси. С праздником поздравляю вас! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!